светланушка говорит я поражаюсь сколько вокруг дураков вы еще не устали поражаться сколько же уже можно поражаться дорогая вы уже вся пораженная должны быть есть или вы только начали знаете как эти розовые очки или серые очки упали и все его тут прозрели стали смотреть вокруг горит сколько говорит дураков но самого главного дурака над конечно искать в зеркале это однозначно это я по себе знаю можно ли удалять родинку на лице можно и не только на лице можно и на заднем месте тоже лучше всего плазменная штуковина и такой как вы думаете имеет ли человечество возможность победить глобалистам глобалисты что не человечество что ли это сражение с самим собой вы обратите внимание что происходит люди не могут отказаться от курения и алкоголизма а вы говорите о том что людины могут с кем-то сражаться не дорогая моя это примерно то же самое что вы зададите вопрос а могут ли куры в вашем курятнике вас заклевать до смерти могут ли они там или кролики например могут ли кролики в вашем крольчатнике вас победить да вы посмотрите на людинов они только знаете как эти самые делают вот так а когда дел доходит не я не 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 это не я не я не я не я и лошадь не моя и вообще я вроде как здесь у меня вроде как нет и все и весь этот боевой клич вдруг так сказать сходит на нет есть конечно определенная группа индивидуумов которые у которых это самое определенная специфика есть для чего они сюда пришли но им сейчас активно выдают огнеметы и и отправляют прямо вот погибать на на линию фронта так они сами туда хотят ну а если не хотят есть такие которые не хотят но оказываются тоже судьба такая раз и оказался они пальцем тыкуют на всех других оооо говорит не хочешь ты родину защищать а ты мой хороший хочешь родину защищать у тебя есть понятие родины где мамуля из песенки выплюнула тебе чем очерчено расстояние вот от этого метра от родильного отделения 10 метров 100 метров километр 100 километров тысячу километров какой радиус нужно очертить для понятия родина об этом много раз уже говорил родина является вся вселенная в индивидууме на самом деле родина находится не где-то а внутри каждого человека если вы ищите родину снаружи где-то то ну ищите ищите и живите никто с вами спорить не собирается по этому поводу никому это не нужно это ваша боль и ваша печаль борьба с ними бесполезна бороться надо со своими слабостями в первую очередь со своим ничтожеством самоуничижением бороться необходимо вот к чему необходимо приходить то если бы люди копались в себе находили понимание кто я где и зачем всего вот этого что происходит не могло бы в принципе произойти понимаете поэтому причина происходящего заключается в самоуничижение и возвышение отдельно взятых индивидуумов в массе друг над другом вот из-за чего все происходит не надо искать каких-то врагов которые сволочи такие вот придумали все вот это дело это они там где-то виноваты а в зеркало никто смотреть не хочет никто не хочет задавать себе вопросами а хрен ли я себя не люблю а хрен ли я не потому что я не люблю себя поэтому я не люблю и остальных потому что мне для того чтобы полюбить себя нужно увидеть что остальные хуже поэтому тогда я буду чувствовать себя хоть чуть-чуть получше а так то а так я вообще себя говном считаю вокруг такие замечательные они они тоже говно конечно но они немножко лучше говно чем я а я получаюсь вообще говным говно просто говным говно ну как так можно жить нет нужно же всем остальным сделать так чтобы они были говнее чем я и тогда я буду возвышаться уничижая тогда я буду чувствовать себя лучше у меня будет не важно чего больше больше денег больше власти больше еще чего-нибудь конфет у меня больше будет а всем остальным говно на лопате вот как устроена современная социальная система и государственная система так устроены бесконечное соревнование в говножуйстве и в конфетках отбери конфетку у другого ну и что теперь то люди забыли о том что поняв что мы сюда пришли мы индивидуальны у каждого из нас есть своя задача каждого из нас творец сюда отправил выполнять свои задачи не надо сравнивать себя с другими вот эти сравнительные формы они порождают самоуничижение или самовозвышение знаете как у Кастанеды хорошо сказано глупец он снимает шляпу перед тем кто выше его глупец смотрит говорит этот выше снимает шляпу и метет шляпой у ног того кто выше но этот же людин глупец заставляет снимать шляпу тех кто ниже чем он и мести у его ног есть такой фильм платформа вот там замечательно это социальная лестница вот это показано еще по моему многоэтажка еще фильм такой есть но платформа прямо очень жесткое кино да тем кто повыше достается жранинки побольше а до самого низа приезжают только объедки смотрите кому интересно так же и социальная система устроит ничего там такого другого и не придумано дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание ты что несешь севниское звере оправдываешь мой хороший мой хороший вы вам только огнемет огнеметы туда нужно на территорию скорее палестины отправить бегите помогайте сжигать евреев ну что же вы мой хороший что же вы тут сидите ждете пишите что-то ерунду какую-то идите скорее помогайте убивать других раз вы так ненавидите весь мир таки что вам тут делать вот здесь вот зачем вы сюда пришли в этот автобус сели здесь же вот этим человеколюдием напердели все вы задыхаетесь в этом во всем благоденствии для вас же по-другому все немножко злость ненависть ать давай души сука всех да вы знаете вот читая такие комментарии которые вы мой хороший написали вот здесь вот и аналогичные я понимаю то что боженька нашел нужных людей для того чтобы уничтожить таких как вы посредством всего вот того что происходит и у него однозначно это получится уверяю вас а что говорит после смерти а смерти нету правда ли что приостановлено закрытие открытие гражданства в в понятии не имею я там сто лет в обед не был и не собираюсь владимир но как быть если перед тобой сидит муж и алкоголик а зачем вы сидите рядом с мужем и алкоголиком есть дверь в которой вы можете выйти сами или вытолкнуть его под зад ну так если вы хотите рядом с мужем и алкоголиком сидеть и страдать это же ваш выбор владимир мы все здесь учимся любить это основная задача основная задача самоидентифицироваться дело в том что любовь как таковая настоящая любовь она безусловная то есть что значит безусловная любовь когда вы любите этот мир и его содержимое ваш телесно умственный аппарат может опасаться некоторых вещей и они могут быть для вас разрушительными ни разу не полезны но эти объекты и события существуют в этом мире безусловная любовь она как наблюдение вот вы сидите и наблюдаете этот мир она не привязана к вашему телесно умственному аппарату это то что смотрит через ваши глаза безусловная любовь это когда вы любите другого и говорите да мне без разницы ты меня любишь ненавидишь хочешь ты меня убить или еще что то да я смотрю и я люблю этот мир с тем что он содержит включая того который ненавидит вот что такое безусловная любовь безусловная любовь базируется на самом существовании человека как такового на счастье и радости существования жизни которая случилась в бытии нам дали вот эту телесно умственную оболочку телесно умственной аппарат который мы как транспортное средство используем для сопряжения с этой виртуальной реальностью в которой у нас есть игра участниками наблюдателями и сценаристами коей все мы и являемся в разных апостасях а как говорит жить в этом зверинце ну друзья мы же в игре находимся играючи жить здесь мы пришли для игры и для того чтобы воспитаться или самовоспитаться для того чтобы обучиться это лабораторная работа мы приходим по многу раз в этот мир мы чему-то научиваемся с каждым разом обеспокоиться по этому полу не надо нужно просто чувствовать эту игру мы пришли мы играем в эту игру и нет причин обеспокоиться я поняла зачем третий раз вселенная подсовывает мне бывшего мужа это вы знаете если есть категория женщин которые очень боятся быть изнасилованными они постоянно попадают в эту лужу то есть причем даже если внешность крайне непривлекательна все равно случается так устроен этот мир нарциссическая личность эти болеют большинство людей а что такое нарциссизм нарциссизм это прямо обратное самоуничижение но кстати нарциссизм он основан именно на том что человек себя недооценивает потому что тот кто себя достаточно и правильно оценивает не может быть нарциссом по определению это основа психологии Максим Витязев Владимир здрасте есть ли какой-то способ оставаться постоянно осознанным это неинтересно я вас уверяю неинтересно здесь здесь делать нечего тогда уже пора умирать религиозные волны самые разрушительные для людей ну почему же самые все волны разрушительные не обязательно религиозные вопрос в том что они базируются в корневой основе на религии в этом есть да рациональное зерно здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание видео видео